О спортивных достижениях за год рассказал в своем докладе заместитель главы Одинцовского округа Евгений Серегин. А их у нас немало. В 12 спортивных учреждениях по 36 направлениям занимаются 6,5 тысяч детей. И это только на бюджетной основе. Активно проходит реконструкция объектов для тренировок. Отремонтировали зал единоборств, скейт-парк на центральной площади города, входную группу волейбольного центра. Но самым масштабным стало открытие стадиона «Спартак» в Звенигороде. У нас там появилось замечательное футбольное поле, скейт-парк, которых мало даже в Московской области. Это профессиональный скейт-парк, 800 метров. На нем можно проводить сертифицированные соревнования официальные. То есть видно, что мальчишкам очень он нравится и пользуется популярностью. Не менее грандиозные планы по реконструкции спортивных объектов уже заложены на будущий год. Мы подали два объекта. Это звезда, поскольку она давно уже требует ремонта. В данном здании играет профессиональная волейбольная команда и, конечно, морально устарело оно. Плюс требует ремонт бассейна. Кстати, в бассейне активно занимается у нас активное долголетие. Жители очень нуждаются в современных удобных стадионах для детского футбола. Говорят, особенно тяжело тренироваться на улице в зимний период. Я как мама двоих детей, которые там играют уже лет так семь, бутсы зимой, вот если зимой тренироваться на поле, это две пары, каждая пара 7 тысяч рублей. Мы еще многодетная семья, поэтому получается очень приличная сумма. Много вопросов и пожеланий у жителей по каткам, развитию зимных видов спорта. Вопрос такой, он идет от общественников, хоккеистов, которые просят возродить чемпионат Одинцовского городского округа по хоккею. Раньше, в советские годы, у нас играли и мужики, и молодежка. Был у нас чемпионат Одинцовского района муниципального, в котором мы тоже принимали участие, играли. Это было классное мероприятие. Не менее активно прошла в этом году и культурная жизнь округа. Проведено более 7 тысяч 852 мероприятий. Впереди у нас еще два месяца. Это огромная работа подготовки к новогодним праздникам. Интересные масштабные мероприятия в 2022 году – это и новогодние праздники, и традиционная наша с вами Масленица в Захарме, День Победы, и знаменитый наш Пушкинский праздник. Была отремонтирована Петелинская школа искусств, Одинцовская детская школа искусств, классика и другие объекты. А самым долгожданным стало открытие Дома культуры в Горках-десятых. На сегодня там уже сформировано 22 клубных формирования. Проведено более 2036 мероприятий. И, конечно, следует отметить, что посещаемость, даже несмотря на то, что они работают только с мая, составила 9,5 тысяч человек. Праздники, мероприятия, мастер-классы, квесты и другие виды просветительско-культурной деятельности проходят в библиотеках и музеях округа. Однако жителям этого недостаточно. На вопросы по развитию кружковой деятельности в военных городках ответил депутат окружного совета Владимир Винницкий. Предложил необычный выход. Очень много строится высотных домов. И в этих домах очень правильно. В них открываются палисадики. Это хорошая вещь. Я предлагаю предусматривать помещение и под занятие творчеством. Назовем их поликлубики. Название какое хорошее. Да, ну, может быть, не... Да, ну, поликлубики давайте пока. Пусть будет такое дежурное черновое название. Если мы получим такую возможность, вы представляете, что получится? Мы... Одно дело строить огромный дом культуры, да? Другое дело у нас появятся, да, какие-то, даже по суммам посчитать, появятся помещения, в которых можно не только культурно-досуговой деятельностью заниматься, например, кружковой. Там можно организовать и филиалы наших школ искусств. Это будет очень удобно. Только в этом году лауреатами общероссийских конкурсов стали 711 человек. Семимильными шагами развивается и туризм. Сейчас все силы брошены на новогодние праздники. И скучными зимние каникулы точно не будут.